Эпохе макронизма во Франции пришел конец, заявил экс-президент страны Франсуа Оланд. Оланд, возглавлявший Францию с 2012 по 2017 года, отметил необходимость переустройства во Франции. По его мнению, макронизм принес Пятой Республике дорогие политические потери, затронув партии и общественное мнение. Оланд сделал это заявление после того, как его бывший протеже объявил о проведении досрочных выборов, которые, вероятно, принесут значительный выигрыш ультраправам, пишут французские СМИ. «Прошло всего два года со второго президентского срока молодого президента Франции. И макронизму пришел конец, если он вообще когда-либо существовал. Но с ним покончено. Я говорю это без особой враждебности». Одним из главных конкурентов Эммануэля Макрона на предстоящих парламентских выборах считается молодой лидер ультраправого национального объединения Жордан Борделла. На прошедших ранее выборах в Европарламент он получил вдвое больше голосов, чем центристский альянс президента Франции. Одна из главных претензий, предъявляемых действующей власти, заключается в сложившемся экономическом кризисе и огромном государственном долге. «Вы знаете, французский народ знает о реальном положении дел в стране. И если я стану премьер-министром в ближайшие пару дней, это мое желание. Я готовлюсь унаследовать государство с несравнимым уровнем долга, несравнимым уровнем коммерческого долга. Бюджетная ситуация в стране крайне ухудшилась, и это не моя вина, а вина экономической политики, проводимой Эммануэлем Макроном и премьер-министром Габриэлем Атталем, которые готовятся передать власть стране с долгом в 3 триллиона евро». По данным информационного агентства «Блумберг», рейтинг Макрона резко снизился на 6 пунктов до исторического минимума, в то время как уровень поддержки ультраправой партии национального объединения «Марин Лепен» вырос до 38%. Левый Новый народный фронт получил 29% поддержки, а возглавляемая Макроном группа «Возрождение» осталась на третьем месте с 22%. Макрон распустил национальное собрание и назначил внеочередные парламентские выборы после того, как его группа проиграла на выборах в Европейский парламент. Первый тур выборов состоится 30 июня, а второй – 7 июля.